И я всех категорически приветствую, дорогие зрители! Это супер-убер-странный, крутой, смешной, непонятный ролик. В общем, я и ещё один человек немного упарывались, когда озвучивали книгу под названием «Дар Даниэлы Стил». Автор книги Даниэла Стил, неважно, неважно, книга «Дар», чтоб вы знали. Это наша такая упоротая озвучка. Не судите строго, с утра я был сонный, потом меня колбасило давление, я плохо видел слова, но там были прикольные места. Там было прикольно, миленько, и, в общем, я тут вам сейчас вкратце немножко покажу, что там было, чтоб вы взглянули, да? Давай-давай. На, тебе реплику озвучивай. Это уже девочка, говорит. Ну, чё она говорит? А тебе в скайпе скинул. Я сейчас... Подожди. Я сейчас подожду. Привет, папа, тебе нравится? Привет, папа, тебе нравится? Ой, кажется, дождь начинается. Привет, папа, тебе нравится? Опять, что ли, голос сорвался? У меня тестостероновый взрыв. Папочка, покачай на руках свою малышку Энни. Куда ты бежишь, папа? Энни захлопала в ладоши и забралась к отцу на колени. Папочка, иди ко мне. В смысле-то ты ко мне? Какая разница? Садись, папуля, на меня. Да, это такие небольшие отрезки из очень орных моментов, которые вы сможете полностью посмотреть далее. В общем, всем удачи, приятного просмотра и... Молодцы. В общем, она любила всё, что связано с Рождеством. Понимаешь? Ей нравился сам дух, атмосфера ожидаемого праздника, царящая повсюду. Нравились ярко освещенные ёлки на газоне перед каждым домом и опоясанные гирляндами лампочек Санта-Клауса на крышах. Опоясанные. Это маленький ребёнок. Она любила рождественские гимны и ожидания прихода Санта-Клауса с подарками и посещения катка. И неизменную чашку горячего шоколада. Что может быть лучше, чем сидеть рядом с мамой, есть хрустящую кукурузу и во все глаза смотреть на рождественскую ёлку, увешанную разноцветными фонариками. На Рождество мама разрешала ей ложиться попозже. И уже в предрождественские дны сердце пятилетней девочки наполнялось восторгом и нетерпеливым ожиданием. Когда Энни родилась, Элизабет Уитикер, в общем, мать её, да? Уитикер. Уитикер, Уитикер. Ну, фамилия у меня очень зашла. В общем, исполнилось уже 41 год, и эта беременность явилась для неё сюрпризом. В 40 залететь-то, да? Такой сюрприз. К тому времени она уже давно перестала мечтать о втором ребёнке. Первенцу Томми исполнилось 10 лет, и после многочисленных попыток супругов завести второго ребёнка, Уитикеры смирились... Уитикер. Уитикеры смирились с мыслью, что он будет их единственным сыном. Томми рос замечательным мальчиком. У Джона с Элизабет никогда не возникало с ним проблем. Он играл в футбол и бейсбол в малой лиге, каждую зиму подтверждая свой статус лучшего игрока в хоккейной команде. Он делал всё, что от него требовалось. Хорошо учился в школе, любил родителей, и у них никогда не было повода подозревать в нём какое-либо отклонение от нормы. Мелкие недостатки у него были, и Томми вряд ли можно назвать образцовым ребёнком. Но он вполне заслуживал того, чтобы считаться хорошим мальчиком. Вот так вот, поняла? От Лиз он унаследовал светлые волосы, а от отца ярко-глубые глаза. Уитикера. 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 Классно, там ещё... Там и так на «у» начинается, там ещё «у» типа. Уитикера. Уитикера. Младшего было здоровое чувство юмора и острый ум. И после естественного шока, вызванного сообщением родителей, что он легко... Ой, точнее, вызванного, да, сообщением родителей, он легко смирился с появлением на свет младшей сестрёнки. А, его шокировало немножко то, что у него сестрёнка будет. Ну, подумаешь, 10 лет разницы, это не так уж и много, да? Ну, да. То есть, 20, я понимаю, он такой «Что?» И в течение пяти с половиной лет после её рождения, ему казалось, что в их семье поселилось маленькое солнышко. Энни была живой, непоседливой девочкой, фонтанирующей с самыми невероятными идеями. И всякий раз, когда играли... играла с Томми, по всему дому раздавались... раздавались взрывы оглушительного смеха. Короче, понятно. Кто-то травку курил. Энни, малышка. Энни, малышка. Оф, какая заводная девчушка. Мы раскрыли её секрет. Каждый день девочка с нетерпением ждала прихода. Как? Ну, блин, ну что ты... Ладно, ладно. Каждый день девочка с нетерпением ждала его прихода из школы. А потом шла с братом на кухню, где их уже ожидали приготовленные заботливой рукой матери свежие булочки и молоко. После рождения Энни Лиз оставила преподавание и только изредка заменяла в школе заболевших учителей. Она говорила, что хочет проводить со своим ребёнком каждую минуту, расти и познавать мир вместе с дочерью. Они всё время были вместе. Тем не менее, Лиз находила время для того, чтобы в течение двух лет работать добровольцем в медицинском училище. А теперь она помогала вести художественные занятия в детском садике, который посещала в первой половине дня Энни. Вернувшись домой, они вместе пекли булочки, хлеб и бисквиты. И Лиз часами читала дочери книжки, удобно устроившись на диване. В их доме царила тёплая атмосфера. Каждый из четырёх членов семьи чувствовал себя защищённым от всех невзгод, которые происходят с другими людьми. Джон хорошо обеспечивал своих домашних, возглавляя самую крупную в штате базу оптовой торговли, что позволяло им вести более чем достойный образ жизни. Он унаследовал семейное дело довольно рано и весьма преуспел в нём. Джон-то отец, да? Угу, молодец, мужик. Ну. У Уитекеров... Они делают... У Уитекеров. Да. Сделано всё, чтобы сломать тебе язык. Суки. Был красивый дом в одном из лучших районов города. Их нельзя было назвать богатыми людьми, но на положение Уитекера Уитекера не могли поколебать ветры перемен. Стабилити. Да. Неизбежно затрагивающих фермеров, благополучие которых зависело от капризов природы и многих других людей, чей бизнес был связан с изменениями конъюнктуры. Вкусная еда была нужна всем. И Джон Уитекер был всегда готов снабдить ею своих клиентов. Он добился многого в своём бизнесе и справедливо надеялся, что рано или поздно Томми станет его преемником. Но до этого Томми должен был поступить в колледж. И Энни тоже. Джон хотел, чтобы его дочь была такой же умной и образованной, как и жена. Энни вслед за мамой хотела стать учительницей. Но Уитекер, старший, мечтал о том, чтобы она выучилась на врача или адвоката. Для 1952 года это была достаточно высокая планка. Но Джон уже позаботился о том, чтобы отложить крупную сумму на образование дочери. Вот так вот. 52-й год. Ничего себе. Деньги на колледж для Томми он начал копить ещё несколько лет назад. Так что с финансовой точки зрения никаких проблем с образованием у них возникнуть не могло. Джон был человеком, который привык верить в исполнение своих мечтаний. Он всегда говорил, что всего можно добиться, если очень сильно захотеть и если приложить к этому усилия. Как что я, в принципе, и говорил, да? Что можно добиться всего, если захотеть, если постараться. А уж в трудолюбии ему нельзя было отказать. Лиз всегда ему помогала. Но теперь он был очень рад тому, что она сидела дома. Джон любил, приходя домой под вечер, заставать жену в детской, где мать и дочь самозабвенно играли в куклы. Его сердце наполнялось теплом при виде этих идиллических сцен, да? Идиллических. Прикольно, первый раз такое слово вижу. Это был счастливый 49-летний человек, у которого была очаровательная жена и двое потрясающих детей. Потрясающих. Они его трясли, потрясали. Куда вы все подевались? Крикнул Джон из холла, стряхивая снег со своей шляпы. Ну 50 какой-то там год, что ты хочешь? И пальто, да, отмахиваясь от собаки, которая встречала хозяина, радостно виляя хвостом и оскальзываясь в лужицах, оставленных его ботинками. Так, это породистая собака, большой ирландский сеттер. Носила имя Бес, в честь жены президента. Сначала Алис протестовала, считая, что это неуважение к миссис... К собаке! К миссис Трумман. Однако имя настолько подходило собаке. И настолько прилипло к ней, что никто не помнил, как ей, собственно, его дали. Все нормально. Мы здесь, окликнулась Лиз. И Джон прошел в гостиную, где его жена и дочь вешали на елку фигурные имбирные пряники. Да, они пекли и украшали их разноцветной глазурью целый день. А пока пряники сидели в духовке, Энни вырезала бумажные цепи. Вырезала бумажные цепи. Энни умеет вырезать. Че я озвучиваю? Все. Ну я... Там это, там просто реплика жены была. Ну ладно, я был временно женой, Джона. Временно будь женой. Но жена на одну реплику я была. Была. Да. Толя была. Я была, все. Давай, давай. На, тебе реплика озвучивай. Это уже девочка. Говорит. Че она говорит? А я тебе в скайпе скинул. Я сейчас... Подожди. Я сейчас подожду. Привет, папа. Тебе нравится? Привет, папа. Тебе нравится? Ой, кажется, дождь начинается. Дождь, 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 дождь. Папа. Папа. Папа нужно переосмыслить свою жизнь. Папа сваливает. А что тут так воняет говном? Кто посрался? Эдди, нельзя говорить такие слова. Ты что? Прости, папочка. Я больше так не буду. Дима нет. Он улыбнулся ей и, подхватив на руки, легко поднял девочку вверх. Джон был сильным мужчиной. Недаром в его жилах текла ирландская кровь. Вот это мужчина. Да. У него были черные волосы, ничуть не посидевшие к 50 годам. Ясные голубые глаза, которые он передал своим детишкам обоям. У Лиз при светлых волосах глаза были светло-карими, почти ореховыми. А прелестные волосы Энни были пшенично-золотистыми, что делало ее похожей на ангела. Улыбаясь друг другу, отец и дочь шутливо потерлись в знак приветствия носами. Понятно? Потом он усадил Энни рядом с собой и потянулся поцеловать жену. А, прожив много лет рядом, они смогли сохранить свежесть чувств. О, да. Все, теперь ты озвучиваешь жену вот тебе. Как прошел день? Ласково спросила Лиз. Ты же понимаешь, если я буду что-то озвучивать, тебе придется очень много смеха вырезать. Они были женаты уже 22 года. Сыграв свадьбу через два года после того, как Лиз окончила колледж, и за исключением тех редких случаев, когда жизненные невзгоды донимали их, они казались страстно влюбленными друг в друга. К моменту их женитьбы, Лиз уже работала учительницей, а Джон взял на себя управление семейным делом. Их долгожданный первенец появился на свет только через 7 лет супружества. Понимаешь? 7 лет они жили в браке, и только тогда решили завести сына. Охереть. Так, когда Лиз и Джон успели распрощаться с надеждой иметь ребенка, старый доктор Томпсон так и не смог установить, почему она не способна забеременеть или выносить дитя. До рождения Томми у Лиз было три выкидыша, поэтому долгожданное событие было воспринято супругами как настоящее чудо. Настоящее чудо. Еще большим чудом и благословением было последовавшее через 10 лет рождение Энни. Дети давали им такую радость, которую нельзя было сравнить ни с чем. Я получил сегодня партию хороших апельсинов из Флориды. Сказал Джон, сев в кресло и взяв в руки трубку. И начав пыхтеть. В камине уютно горел огонь, в доме вкусно пахло имбирем, или имбирем, имбирем, да? Имбирем. И ванилью. Завтра я принесу немного домой. Оу, е. Здорово, я так люблю апельсины. Дочка какая подрастает. Взрослая совсем. Апельсины она любит. Нет. Здорово, я так люблю апельсины. Ну, блин, ей 5 лет. Блин, ладно, все. Энни захлопала в ладоши и забралась к отцу на колени. Папочка, иди ко мне. В смысле-то ты ко мне? Какая разница? Садись, папуля. На меня. Тихо-тихо-тихо. Спокойно-спокойно-спокойно. Лишь бы рот не порвался. Да, блин. Я про себя уже. Да, я понял. Я про Энни подумал, мне страшно стало. Да ладно, и что сделала, семейная. Так, Бес тоже попыталась к ним присоединиться. Там зафилия уже. Нормально. Положив передние лапы на ноги своего хозяина. Однако собаку пришлось отогнать. Фух, сверху спустилась Лиз, чтобы наградить мужа еще одним поцелуем и предложить стакан горячего сидра. Сидр? Горячий? Я чего-то не знаю в этой жизни. Пожалуй, я не откажусь. Джон улыбнулся и последовал за ней в кухню, задержав шаг, чтобы в который раз полюбоваться. И ее по-прежнему стройной фигурой. Ах, Шалун Джон, полюбуйся фигурой своей жены. Энни держала его за руку, а через минуту входная дверь хлопнула, и на пороге появился Томми с замерзшим носом, красными щеками и коньяком в руках. А это коньками в руках. Господи, Томми появился с коньяком в руках. Батча! Бухло! А, это Томми озвучит. Ммм, как хорошо пахнет! Привет, мам! Привет, пап! Эй, малявка, ты что сегодня делала? Ели мамины пряники, да? Он взъерошил сестренке волосы и стал растирать замерзшие щеки и уши. На улице крепчал мороз, а снегопад все усиливался. Я пекала пряники вместе с мамой и съела только четыре. Смотри мне, малявка! С достоинством ответила Энни, и все остальные рассмеялись. Девочка была настолько очаровательна, что никто, ни боготворящие ее родители, ни даже старший брат, до недавних пор скептически относившийся к девчонкам, не мог противостоять ее обаянию. Однако Энни вовсе не была испорчена. Просто ее не покидало ощущение того, что она всеми любима. Это, в свою очередь, проявлялось в ее отношении к миру и к жизни вообще. Она любила каждого, кто встречался ей на пути. Обожала смеяться, играть и бегать так, чтобы ее волосы развивал ветер. Она любила возиться с бес, но еще больше со своим младшим братом. И сейчас Энни с обожанием посмотрела на него, взяв у него из рук изрядно заезженные коньки. А мы пойдем завтра кататься? Спросила Энни. Неподалеку от дома был пруд, и Томми часто брал сестренку с собой по субботам. Только если прокатиться снегопад. Снегу навалило столько, что ты там и катката не найдешь. Невнятно промормотал Томми, рот которого был набит воздушным, восхитительным печеньем. Которая невероятно... Невероятно... Которая не... Да сука! Которая, наверное, могла печь только его мать. Лиз сняла фартук, а потом еще что-нибудь. Хотя нет-нет, Лиз просто сняла фартук и осталась в опрятной блузке и серой юбке. Джон никогда не отказывал себе в удовольствии отметить про себя, что фигура жены ничуть не изменилась с того момента, когда он в первый раз встретил ее в старших классах школы. Она была значительно младше его, и он некоторое время стеснялся признаться кому бы то ни было в том, что влюблен в такую юную девочку. Однако одноклассники быстро поняли, что к чему. Сначала они смеялись над ним, но вскоре привыкли. Но вскоре потом плакали, так, сука, какую жену себе отхватил. На следующий год Джон оставил школу и пошел работать к своему отцу. А она сдала выпускные экзамены и поступила в колледж. Учеба заняла 7 лет, и еще 2 года Лиз проработала учительницей. Он терпеливо ждал ее, ни на минуту не сомневаясь, однако, что результат стоит ожидания. Да, в общем, ждать стоило. Все, чего им обоим хотелось, приходило к ним не сразу, как их дети. Теперь же супруги Уиткеры были счастливы. У них было все, о чем они только могли мечтать. У меня завтра днем будет игра! Мимоходом обронил Томми, вытащив из вазочки еще 2 печенья. Сука. Эх, обжора, блять. Накануне елки? Удивленно спросила Лиз. У нас, между прочим, перед Рождеством полно других дел. У тебя какая взрослая серьезная. Да. Обычно они всегда посещали игры Томми, если только им не мешало что-нибудь серьезное. Джон тоже играл в хоккей и футбол и любил это занятие. Лиз относилась к увлечению сына спортом менее восторженно, опасаясь всевозможных травм. Несколько мальчиков из школьной команды уже оставили свои зубы на хоккейной площадке. Однако Томми был осторожен и ему повезло. Молодец. Ну, точнее, везло. Везло ему. Пока что. Да, да. Ни переломов, ни серьезных повреждений ему переносить не приходилось. Лишь несколько растяжений и ушибов, которые, по словам его отца, были необходимой частью мужского занятия. Уф. В конце концов, он мальчик, и его нельзя всю жизнь держать в теплых рукави... Ой, рукавиц, в условиях. Говорил Джон. Но Лиз тайно признавалась себе, что она была бы не прочь построить такую теплицу, где выращивал бы сына. Она очень дорожила своими детьми и не хотела, чтобы что-нибудь случилось с ними или с Джоном. Лиз умела ценить дарованное ей счастье. Ну, на этом пока все. Первая серия заканчивается. Всем огромное спасибо за просмотр. Это было что-то, наверное, странное, но местами смешное. Ну, в общем, спасибо. Спасибо в любом случае за просмотр. Это была первая серия. Я не успел все отмонтировать уже полчетвертого ночи. Вторая серия будет, наверное, более адекватная, потому что первая была реально упоротая, потому что я был максимально упорот, сонный. И вообще, тот еще. Надеюсь, вам тоже это было рофильно и понравилось. Ну, а если нет, то всегда можно пойти и закрыть ролик, и не париться, правильно? Спасибо, ребята. Всем до встречи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.